Привет! Сегодня я вам покажу и расскажу интересные вещи и факты о Монако, о которых вы еще не слышали. Но прежде давайте с вами просто прогуляемся. И вы посмотрите через мою камеру на Монако глазами жителя или граждан Монако на одной из самых маленьких, крошечных, самых дорогих, богатых и самых успешных государств в мире. И узнаете секреты этого успеха. Отсюда открывается вид на Формонт отель и на казино от отеля, дальше Старбакс кафе и стройка. Сейчас уже темнеет, поэтому мы вернемся завтра. Пораньше я вам покажу саму стройку, что там происходит сейчас и расскажу. А пока что давайте полюбуемся, как Монако украшает праздничные дни. Вы, наверное, знаете, что княжество Монако это самое маленькое государство в мире, не считая Ватикана. При этом плотность населения в Монако самая высокая. Площадь Монако была всего 2 квадратных километра. Почему была? Потому что завтра я вам покажу саму стройку, расскажу, каким образом забрали территорию у воды и что там будет. В Монако каждый день ездят на работу из Франции около 30 тысяч работников. Четверо из пяти жителей Монако приезжие. Интересная связь Монако и Франции. Ведь когда закрывали границы на коронавирус, то жителям Италии было запрещено пересекать зону Монако. А жителям Франции было позволено. Почему? Потому что у них очень интересные взаимоотношения, что касаемо и военной армии. То есть если вдруг по каким-то... этого не может быть, но если вдруг так случится, что кто-то нападет на Монако, то защищать ее встанет вся армия Франции. Также если княжеская династия в Монако по каким-либо причинам прервется, то государство переходит под французское управление. Защиту княжества полностью осуществляет Франция. Потому многие воспринимают Монако как некогда Крым в составе Украины. Сейчас Монако автономное государство в составе Франции. Монако одна из немногих стран, где при съемках фильмов можно использовать боевое оружие. У Монако нет внешнего государственного долга. Гражданам этой страны запрещено посещать казино. Все казино предназначены только для иностранцев. В Монако есть один университет. Это International University of Monaco. Практически вся территория княжества просматривается видеокамерами. Уровень преступности в Монако один из самых низких на планете. Национальный оркестр княжества больше, чем его армия. Сейчас мы находимся на главной площади казино. Чуть-чуть попозже я расскажу об истории, как так случилось, что вот эта площадь была просто усажена оливковыми деревьями и стала самым богатым местом практически на земле. Княжество Монако ведет свою историю с 1215 года. Князь Монако пять раз лично принимал участие в зимних Олимпийских играх, выступая в качестве члена сборной княжества по бокслею. Национальный оркестр княжества больше, чем его армия. А соотношение числа полицейских к общему числу населения в Монако самое высокое в мире. Чем и объясняется безопасность данного государства. В Монако действует представительство более чем 50 различных банков. Цена на недвижимость в Монако стартует примерно с отметки 30 тысяч евро за квадратный метр. Снега навалило! Это шутка, это просто декор. И вот она нарядная к нам пришла. А сейчас такой прикол. Мне нужно купить один сувенир и, в общем, подарок попросили меня. И обычно попадалось вот здесь. У кафе Де Пари продавались сувениры. Но там закрыто, и охрана мне говорит, идите в казино. Я говорю, казино Монтекабло? Он говорит, да, там сейчас шопинг внутри. Ну что, пойдем в казино? Кстати, если кто-то хочет, может разыграть какое-то с дорогими блогерами сувенирчик. Хотите? В инстаграме что хотите? Кошельки есть такие, чашки. Монако не входит в Евросоюз. Тем не менее, национальная валюта в княжестве – евро. Средняя продолжительность жизни в Монако почти 90 лет. Коренные жители Монако – манигаски, не платят налогов. Воздушное пространство Монако открыто для полетов на вертолетах только 20 минут в день. Вполне достаточно для перелета, учитывая крошечные размеры княжества. Монако фактически является городом-государством. Перед вами отель «Эрмитаж», один из самых древних отелей Монако. На моем канале есть отдельное красивое видео об этом отеле. А это новая площадь, которая была открыта только в прошлом году, после реставрации. И ранее это выглядело совершенно по-другому. Вообще, мнение приезжих, что Монако – это счастливые люди, постоянные улыбки, огромные зарплаты и еще более огромные цены. При этом очень интересные законы, дорогие автомобили, сияние огней и яркое впечатление, как, например, вот эта декорация елочки Эрнесс. Сейчас мы проходим мимо резиденции жилой. И такой вот декор или оформление, можно сказать, ландшафтный дизайн – это нормальное явление в новых резиденциях Монако. В Монако, кстати, практически всегда шикарная погода. Такое небо голубое. И здесь вообще нет бездобных. Сегодняшнее утро у нас начинается в снегу, с елками, с чайком и с блинами. Блин с каштаналочкой. Дерево возле носки. И снежок. Гомик, помните, показывала возле отеля Эрмитаж? Вот начинается шампанское, холодное и горячее вино. Наши муки. Украшают гирляндами уже. Монако и снег по кругу. Да, забыла сказать, что Монако является одной из немногих стран мира, которая имеет границу лишь с одним государством. В данном случае с Францией. Хотя и до Италии нужно, в принципе, пешком дойти. Еще интересный момент, что государственным языком Монако являются французские. Хотя жители Монако прекрасно говорят и на английском, и на итальянском языках. Также мало кто знает, что существует манегасский язык. То есть жители Монако, они называются правильно, манегасские. И, соответственно, не монакский, а манегасский язык. Манегасский – это родной язык, подданный княжеству Монако. Точно число говорящих на нем неизвестно. Однако самих манегасков насчитывается около 8 тысяч человек. Чтобы вам приблизительно иметь представление, что это за манегасский язык, это диалект лигурийского, то есть это итальянский, если бы быть точной. То есть диалект итальянского и французского языков. Таким образом, Монако – интересное государство, в котором вы можете услышать знакомые английский, итальянский, французский и незнакомые манегасские языки. Итак, спасибо за просмотр! Такой вот домик. С разных красоток и жительствов. Сверху, а там елочки. Ходить не буду, потому что тут каждый раз надо ходить и брызгать руки, а руки уже не выдерживают. А с той стороны у нас пальмы. Такие вот елочки рядом с пальмой. Прикольно, да, смотрю все? И тут же море, и тут же елки, и тут же море. Сегодня такая погода. Вообще, кажется, лето. Красота. Солнышко. Елочки. Собачки. А вот это вот машинки, я уже показывала, их можно брать как велосипеды. Только нужен телефон. Карта, прикрепленная к телефону, и все. Садишься, находишь себя. Поехал. Приехал, оставил, деньги снялись, пошел дальше. Сразу вам покажу несколько уровней Монако. Посмотрите, самый-самый низ. Где-то одна дорога. Чуть выше, вторая. Где скоростная машинки идут, третья. Вот это вот четвертый уровень. Ну и где я стою, это пятый. Пока что. Но там есть еще больше, еще выше. Вот такие ступенечки ведут. Но можно подниматься вот туда, наверх. Вот. Вот рассказала про уровни, и тут же меня попросили, чтобы я спустилась и показала уровни. Так, тут театр. Громко тогда? Да? Сейчас спущусь. Это машинка. Какие-то много Монако. Такие неинтересные. А вот маленькие. А маленькие разные интересные. Ну что? Ну что? Маласицы-машинки. Здесь у нас такая зелень, такая стройка, такие кальмы. И такой парк. Так проводят во время жители. Селись потихонечку. Или леглись потихонечку. Так, вот такая дорога. И так. Да? Высота. Вот так вот. Такой он весь в Монако. В таких ступеньках эскалаторах. Розочка. Декабрь, да? Месяц. Роза цветут. Ах, солнышко сегодня такое шикарное. Посмотрите, как в целях безопасности прошиповано все зоны такими иголочками, чтобы никакой умный человек не залез туда и, я не знаю, что сделал. Это странно, конечно, если он захочет, кто-то прыгнет, он пойдет вон туда и оттуда прыгнет. Потому что это все. Вот, по просьбе снова показываю многоуровневые переходы Монако и вообще вот набережная, да? Порт, так скажем. Вот. Потом переходы вот здесь. Переход вниз, чтобы не бегать по дороге в порт. И вот там вот у нас вход еще один на вокзал. Он же служит еще переходами в другую сторону Монако. Про вокзал Монако очень много вопросов и я сделаю следующее отдельное видео. Вверх. что мы находимся внизу. Вот. И если вот так вот пройти. когда на степеньке или же есть лифт вот там вот, то поднимешься и будешь вот там вот. 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 Вверх. 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 Тебя совершенно не обязательно ответил. Есть тайма морозы. Есть тайма морозы. Опятым мобильным тупом домом. Просто�ка. Какая жирная. Еще одна жирная. Какой жирная? Уапно я беру? Уапно я беру? Вот, я первый был на 9х Мы Nada выпадали. Субтитры делал DimaTorzok Красильки Паравузик Деда Мороза Красильки 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это, конечно, один из примеров того, как развитие туристической отрасли способно превратить обычный кусок земли в точку притяжения. В 1861 году нынешняя площадь Казино представляла собой плато де Спелук, где росли оливковые и цитрусовые деревья. Тогдашний правитель крохотного княжества принц Карл III решил обустроить на месте садов территорию шика и развлечений и принял беспрецедентное решение разрешил на территории Монако азартные игры. Ранее, несколькими годами, запрещенный во Франции, и пригласил развивать горный и гостиничный бизнес Франсуа Блана. План Карла III и Блана предполагал, что основанная Бланом незадолго до этого Société des Bains de Me, Общество морских купаний, будущий монополист Монте-Карло-Сибиэм возьмет на побережье роскошные казино, отели, рестораны и другие точки досуга для богатых туристов. Уже в январе 1866 года казино и гостиница отель де Пари приняли первых гостей, а спустя два года начал работу ресторан-кафе Диван, предшественник будущего кафе де Пари. Останавливать строительство никто не собирался, и скоро стало ясно, что на место прежнего плато появляется полноценный город. Чарльз III дал ему название Монте-Карло. Успех треугольника, казино, отель, ресторан был грандиозным. В 1869 году посмотреть на Дива Дивное приехали более 170 тысяч туристов. Это невероятные цифры для конца 19 века. Логично, что Блан, а позже его наследники, почти сразу начинают расширение отеля, и в течение последующих лет к существующим корпусам добавлялись новые. Казино и вовсе в 1878 году снесли, чтобы на его месте построить совершенно новое, еще шикарнее, чем прежнее. Постепенно владения Сусиуте де Баун-де-Мер расширялись. В 1879 году открылась опера, в 1900-м гостиница отель Эрмитаж, в 1928-м спортивный клуб Монте-Карло Каунти Клаб и в 1929 году Монте-Карло Бич Отель. Сейчас портоволио Монте-Карло СПМ, который 70% владеет княжеская семья Монако, включает 4 отеля, 4 казино, 6 ресторанов, 9 ночных клубов, оздоровительные центры, оперу, концентр-зал и прочие. Туризм и игрный бизнес, на которых в середине 19 века доходы Монако строились полностью, сейчас составляют их основы. Современная экономика княжества остается сервисной. Доля промышленности ВВП на 2013 год составляла только 14%. Но туризм сейчас уступил первой позиции банковским услугам и страхованию, а вот СБМ лидирующих позиций не утратила. Согласно данным Монако, статистик 70% дохода от туризма стране приносит именно их предприятие. Если основа туристической славы Монако составляет СБМ, то жемчужиной самой компании с момента постройки является Отель де Пари. Княжество Монако является второй самой маленькой страной в мире после Ватикана и обладает самым дорогим рынком недвижимости в мире. Однако, в отличие от Святого Престола, у Монако больше пространства для маневров, и в настоящее время княжество отвоевывает земли у Средиземного моря. На этом видео в ускоренном режиме видно, как проект расширения земли на море продвинулся вперед до последних 12 месяцев. В рамках проекта по расширению города, стоимость которого составляет 2 миллиарда евро, Монако вырастет на 6 гектаров. Это позволит княжеству построить сотни новых домов, пять новых роскошных многоквартирных домов и 14 билл с непрозадельным видом на море, а также новые коммерческие площади и новый частный порт, облегчит нехватку пространства в Монако. Это уже не первая такая строителька, княжества увеличивала свою территорию на 20% с начала XIX века благодаря расширению земли. На видео видно, как был создан кессонный пояс, и как первая земля появилась на огороженной территории. Здесь была откачана морская вода, и место было заполнено на 450 тысяч кубическими метрами песка, привезенного из Италии. Следующий этап предполагает строительство платформы, создающей устойчивый фундамент для зданий, которые будут построены в этом новом районе. Шестой проект княжества по расширению шельфа представляет собой реальную проблему для сохранения прибрежной экосистемы. Однако князь Альберт II установил высокие экологические стандарты для ограничения экологического воздействия и сохранения морской экосистемы. Поэтому к проекту привлечена компания, специализирующая на морской биологии. Ее сотрудники внимательно следят за развитием проекта, чтобы предвидеть и смягчить любой ущерб экосистеме. Вот, что на сегодняшний день происходит. Продолжение следует...